Я буду стараться отвечать на все вопросы и стараться быть вам просто элементарно полезным. Вот сегодняшний вебинар, он немножко необычный, хотя он называется «Решение задач высокого уровня сложности». Но ещё я хочу начать его недолго со своего обещания современных проблем физики. А в самом начале я хочу порекомендовать вам, тем более мы встречаемся 2 сентября, порекомендовать вам, как начинать занятие в 10 классе. Понимаете, именно в 10 классе человек как-то определяет направление в жизни. А мы с вами должны как-то его соблазнить физикой. И мы-то понимаем, что физика – это лучшая наука из тех, которые существуют в мире. И вот этот восторг и любовь к физике мы хотим передать нашим детям. Потому что физикой действительно заниматься стоит. Физика – это наука объективная, ни от чего не зависящая. Она изучает законы природы, а законы природы никто не управляет. Вот как это всё получается – это, конечно, загадка. Но тем не менее, действительно, вот эта наука такая наиболее объективная. Но мы говорим, что физика – это наука, а не живой природы. Чем отличается физика? Вот я предлагаю построить урок по следующему плану. Первое – это физика, её отличие от других наук. Но что тут должно быть? Мне кажется, самое важное – говорить, что физика изучает объективную реальность. Вот понимаете, что там, предположим, биология. Вы ставите биологический какой-то эксперимент над двумя мышками. Но вот очевидно совершенно, что это не идеальный эксперимент. Потому что у вас получились какие-то результаты, вы берёте две других мышки, у вас результаты совершенно другие. И в то же время мы знаем, что если мы измеряем сопротивление проводника, то мы можем с вами менять, там, предположим, напряжение, меняется сила тока, а отношение напряжения к силе тока будет всё время одно и то же. Но приблизительно одно и то же в пределах ошибок к измерению. Ну и так далее. Вот поговорить. И самое интересное, конечно, вот что я делаю, это вообще вот первый урок, он должен быть урок-диалог. Потому что они, в принципе, уже физику изучали с 7 по 9 класса, много чего должны помнить, знать и так далее. И просто с ними это обсудить. И потом вот надо обязательно сказать об основном достижении физики. Вот как физика, от физики и вообще и в других науках устанавливаются законы. Но этот способ придумала физика, а именно модели реальных физических явлений. Модель – это упрощённое рассмотрение данного физического явления при сохранении основных свойств, присущих данному явлению. И вот это вот модельное представление и изучение модели, оно сейчас пронизывает любую науку, включая и социологию даже, и психологию, и так далее, и так далее. Ну, мы с вами пользуемся научным методом, это наблюдение гипотезы, теории, эксперимент. И, конечно, нет теории без подтверждения эксперимента. Если эксперимент отвергает данную теорию, то тогда эта теория кладётся на полку для лучших времён, когда может быть эксперимент, который, может быть, эту теорию подтвердит. Ну, что такое физические законы, физические величины? Вот я хочу сказать о такой печальной вещи, что мы вводим физические величины, устанавливаем соотношения, что есть физический закон, но очень часто мы забываем качественное описание явления. И вот поэтому, конечно, вот можно приводить примеры, когда прежде всего качественное описание явления, а потом, собственно говоря, можно и количественное. Но качественное понимание явлений – это чрезвычайно важная вещь. Но потом вы можете поговорить о постулатах и открытиях, постулаты, теории относительной, постулаты, теории Бора и так далее, и так далее. Какие вы добегаетесь гипотезы в различных областях науки. Ну, вот такие вот вещи, конечно, очень интересно. Вот просто поговорить с ними, используя вот эти замечательные термины. И на закуску рассказать о каких-то остроумных научных открытиях, которые делаются иногда чисто случайно. А иногда человек к этому научному открытию идёт в течение всей своей жизни и даже иногда не доживает, делают открытия его ученики. Но вот это вот, мне кажется, что очень важно именно рассказать о том, что вот мы изучаем законы. Да, законы существуют, это объективная реальность. Но для объяснения этих законов, для объяснения этих явлений, мы в качестве объяснения придумываем модель. Вот такая совершенно всё, что всё точно знает, что И равняется У делённая на Р, закон Ома. А что такое сила тока? Как вы понимаете, что такое сила тока? Сила тока – это направленное движение частиц. А что такое? Что за частицы? Ну, там они ответят, что проводники – это электроны. А что такое электроны? Это частицы, имеющие заряд и имеющие массу. Но вот это вот движение электронов между ионами кристаллической решётки, это на самом деле модель реального явления, а именно явления проводимости проводника. Мы для объяснения проводимости считаем, что электрон – это маленькая частица, имеющая малую массу и имеющая отрицентный заряд. А потом, когда мы будем говорить о дифракции электронов, мы понимаем, что не совсем частица. Это частица, обладающая волновыми свойствами. И ещё к тому же непредсказуемая частица. Если представить на пути потока частиц, там две щели, что создаст потом интервенционную картину, непонятно, куда пойдут электроны. Это непредсказуемо. Через левую щель или через правую щель. Ну, в общем, это просто моя такая рекомендация. Вы сами всё лучше знаете. Но вот я советую вот именно в начале 10 класса провести вот такой урок, урок, возбуждающий интерес к науке. С примерами из жизни, с примерами из курса и так далее. Мне кажется, это будет интересно. И с обсуждением, конечно, с дискуссией и так далее. И вот ещё я обещала поговорить с вами о современных проблемах физики. Это очень кратко. Хотя современные проблемы физики – это море, которое невозможно переплыть. И вот я хочу сказать, что существует сейчас, что вот интересно именно в современной физике. В современной физике интересно то, что физика развивается в двух прямо противоположных направлениях. Первое направление – это естественно, которое вообще во всех газетах, журналах и так далее – это исследование Вселенной, теория её происхождения, свойства Вселенной, строения, размеры огромной Вселенной, приблизительно мы оцениваем 10-20 метров. Но Вселенная, в которой находится наша галактика, не одна. Мы сейчас предполагаем, что существует множество таких Вселенных. 10-20 метров. Вот наши размеры, которые мы изучаем в таком разделе физики, которое называется космология. И второе направление прямо противоположное – это нано-наука, физика элементарных частиц, размеры где-то 10-34 метра, создание туннельных микроскопов, создание новых молекул, просто берут и создают новую молекулу, передвижение атомов с помощью современной иглы, такой созданной. И вот я в качестве примера, там разные совершенно картинки уже получены. Там атомы располагают в определённом порядке, и получается там какое-то слово. Ну вот здесь вот у меня, я нашла слово «нист», но есть такое слово, которое отвечает данной области физики – это «нано». Вот они очень любят из атомов делать нано. Понимаете, вот интересно, что как-то вот когда я смотрю на эти картинки, меня что поражает? Что как-то вроде бы нарушается принцип неопределённости Шрёдзингера, потому что, согласно Шрёдзингеру, нельзя точно указать положение данного атома или положение электрона. А вот здесь, видите, игла позволяет, вот созданная современная игла позволяет даже из этих атомов выложить определённые слова. Ну вот на что я хотела обратить ваше внимание, что вот когда мы с вами изучаем какую-то тему, очень хорошо обращаться к современной физике. Вот мы рассказываем о проводимости, мы говорим о сопротивлении, предположим, проводника. Мы объясняем, почему у проводника сопротивление, потому что электрона движется между ионами кристаллической решётки, эти ионы совершают непрерывные колебания, вероятные столкновения, направленные движущиеся электронно с колеблющимся ионом велика. Чем выше температура, тем амплитуда колебаний иона больше. Естественно, сопротивление увеличивается. Всё совершенно роскошно. Мы это всё объясняем согласно классическим представлениям. И мы заранее предполагаем, что мы имеем дело с трёхмерной структурой проводника, потому что кристаллическая решётка, она трёхмерная. И тут вы говорите, что были созданы двумерные кристаллы, в частности, такой кристалл графен, за который выпускники нашего физико-технического института получили Нобелевскую премию. И это двумерный кристалл. Говорят, что графен – это материал будущего. Почему это материал будущего? Потому что он обладает сверхпрактически колоссальной проводимостью. То есть графен можно использовать в телепоэлектронике. Кроме всего прочего, можно говорить и о графене, когда мы говорим о кристаллической структуре твёрдого тела. Вот, например, замечательный Ландау говорил о том, что двумерная структура кристалла, она неустойчива и существовать не может. И тем не менее получен графен. Вот тут вот теория разошлась с экспериментом. Можно говорить о графене в атомной физике. И потом ещё графен, к тому же, обладает потрясающей теплопроводностью. То есть, в принципе, и графен можно включить в абсолютно любой раздел физики. Вот я взяла эту. Видите, в углах находится атомы углерода. Вот тоже очень модная такая тема современная. Это гравитационные волны, которые как раз предсказал Эйнштейн. Тут эксперимент подтвердил его теорию, которая создана была, в общем, по-моему, практически в середине века. И, значит, гравитационные волны – это изменение поля тяготения, аналогичное механической волне. То есть, фактически, что колеблется? Колеблется гравитационное поле. И вот здесь вот как раз, я нашла рисунчик такой, что, значит, интересно то, что вот гравитационные волны, они распространяются со скоростью света. Но в чём такая загвоздка была? Почему сложно было обнаружиться гравитационные волны? Потому что у них чрезвычайно маленькая амплитуда. И вот в 2015 году были обнаружены гравитационные волны, было изучено явление интерференции гравитационной. Они, кстати, были обнаружены благодаря интерференции. Поэтому интерференция – это увеличение амплитуды колебаний. Поэтому их и были обнаружены. Но агритационные волны, на самом деле, теоретически, как я говорил, предсказал Эйнштейн, решая фактически уравнение, написанное для гравитационного поля. Он считал, что стабильного гравитационного поля быть не может, как он писал. И, очевидно, мы должны обнаружить различные отклонения от значений силы гравитации и так далее. Но вот малые амплитуды не позволили в своё время при жизни Эйнштейна подтвердить его теорию. Ну вот гравитационные волны, такая идея, что гравитационные волны излучаются движущимися с переменным ускорением массами. И вот есть такая гипотеза, и вот её экспериментальное подтверждение, что те гравитационные волны, которые обнаружили, это волны, которые образовались в гравитационном поле при слиянии двух чёрных дыр. Эти два массивных объекта действительно двигались с переменным ускорением с ближайшим приближением, при приближении друг к другу. И вот такие получились волны, которые вполне можно обнаружить. Ну такая замечательная теория, как теория струн, это исключительно ядерная физика. Там элементарные частицы представляют в виде многомерных струн. Причём сложность теории струн состоит в том, это ещё иногда называется М-теорией, что там нужно ввести 11-мерное пространство. Мы-то, в общем, не очень хорошо понимаем, что такое 4-мерное пространство, но понимаем, но так нам как-то кажется нехорошо, что есть три оси отрицательные, с отрицательными и положительными значениями, величин на них. И одна ось, ось времени, только положительная. Ну правда, вот теория относительности говорит об отрицательном времени, но это не важно. Для нас всё-таки движение жизни поступательное, в положительном направлении. И вот эта теория струна, она была создана для элементарных частиц. То есть каждая частица представляется в виде многомерной струны. И причём в каждой частице происходит колебание с разными частотами. Это не то, что каждой частице соответствует одна частота. Это было бы слишком примитивно. Именно, в общем, там конгломерат частот. И вот есть такое определение, что природа дрожит. Ещё так красиво говорят, что элементарные частицы – это бесконечная музыка. И вот здесь, вот на этой модели показано как раз частицы. Фактически каждой частице соответствует своя такая волна, свой копик. Следующая – это стандартная модель. Но тут мы как раз успеваем сказать в конце 11 класса, что существует только 4 вида взаимодействия. И сейчас признана для взаимодействия модель обменного взаимодействия. Практически для каждого вида взаимодействия есть уже обнаруженный агент, кроме гравитационного взаимодействия. Вот для гравитационного взаимодействия, естественно, придумали такую частицу, которая, естественно, называется гравитон. Но эта частица не обнаруживается. И вообще гравитационное взаимодействие, вот Эйнштейн, вы знаете, он объяснил гравитацию искривлением пространства, вот делает, вот у меня как раз в гимназии есть такая модель гравитации, такой вот натянут на круг такая ткань с углублением. И когда мы запускаем частицу, мы видим, что вот этот вот маленький шарик, не частица, а маленький шарик, крутясь, приближается к вот этому большому шарику, который искривил вот эту вот ткань, натянутую на обруч. Вот, пожалуйста, типичная демонстрация теории Эйнштейна, что гравитация есть следствие искривления пространства. Ну, достаточно недавно введено при изучении космоса введены понятия тёмной материи и тёмной энергии. Вот понятие тёмной материи и тёмной энергии связано с тем, что Вселенная расширяется. Но очевидно совершенно, что скорость расширения Вселенной не бесконечна. Ну, она увеличивается по мере движения. Вот. Но, тем не менее, вот, значит, созна такая теория, что за вот это расширение Вселенной, так сказать, вроде ещё теории нет, расширение Вселенной отвечает тёмная энергия, а за то, что скорость расширения конечна, отвечает тёмная материя. И вот, как вы видите, тёмная материя и тёмная энергия, они занимают колоссальную часть Вселенной, существенно большую, чем та часть, к которой мы привыкли, к галактике и так далее. Ну и, конечно, в связи с тем, что всё-таки какой-то энергетический ожидается коллапс, то есть такое количество всяких приборов, людей и так далее, что даже природных ископаемых не хватит в конечном счёте, так как они, естественно, их запасы конечны. И такая одна из самых, до сих пор остаётся, таких вот надежд на получение энергии, это управляемая термоядерная реакция. Это, конечно, вы говорите о ней в ядерной физике, но есть такая, причём термоядерная реакция – это роскошь, потому что это чистая энергия, это отсутствие загрязнения, то есть вообще, конечно, получение управляемой термоядерной реакции – это великая удача человечества. Но там, собственно говоря, все процессы происходят в высокотемпературной плазме, а плазма, у неё есть одно мерзкое свойство, она неустойчива. Есть разные типы неустойчивости плазмы, естественно, так как плазмы – это конгломерат заряженных отрицательных положительных частиц, то, естественно, их удерживать магнитным полем, разгонять их электрическим, а удерживать магнитным полем. Так вот, магнитным полем плазма неустойчива, есть выдавая неустойчивость, есть такие страты, это и в холодной плазме, и в горячей плазме. Кажется, вот вы удержали всё нормально, этот поток идёт по предполагаемой траектории, и вдруг какая-то эвакулация, он отклоняется. Но, значит, вот для удержания плазмы существует две конструкции. Это – это рейдальная камера, вот с магнелем, это так называемый токомак, вот здесь мы видим этот токомак, вот он такой. Сейчас я её... Можно, я могу сказать. Я жму. Сейчас, минуточку, секундочку. Пошло? Спасибо. Вот что значит рукомастер у меня. Вот. Значит, вот у нас устройство токомака, он в виде тора. И второе, последнее, одно из самых последних изобретений, так называемый стелларатор. Вот здесь магнитное поле направлено вертикально, и согласно известным нам законам, на частице действует силу Лоренца, они движутся по окружности. Вот эта конструкция совершенно гениальная. Это стелларатор. Вот я говорю, что это так как бы прыщавый токомак. Но дело всё в том, что тут куча катушек, которые создают местные магнитные поля, которые препятствуют раскручиванию плазмы. Они фактически, вот в тех местах, в которых может разойтись этот пучок движущихся частиц, они локальным магнитным полем его удерживают. Эта установка уже есть в Германии. По-моему, она заработала у них, по-моему, в 2014 году. Ну, видите, нет, по-моему, в 2015. Но вот видите, сейчас 2019 год, и нет криков о том, что создана управляемая термоядерная реакция. Вот они удержали. Но это же такой лабораторный вариант. А нас интересует, конечно, промышленный вариант. Потом нам интересно, как снимать эту энергию и так далее, и так далее. Ещё много-много вопросов. Но они обещали, что в течение 4-5 лет они их решат, и человечество получит управляемую термоядерную реакцию. Вот это можно, кстати, сказать об этом. Рассказывать даже не только в ядерной физике, но можно говорить и в магнитном поле, когда в теле магнитное поле, когда вы говорите о Сирии Лоренце и так далее. Ну вот, что очень современно? Современно это квантовая хромодинамика, современная теория. Потому что, конечно, вот теория элементарных частиц и из чего элементарные частицы состоят, это до сих пор является одной из самых актуальных проблем современной физики. Но мы из неё так легко упрыгнули, сказав решительно, что частицы состоят из кварков, уже известны свойства кварков, их цвет и так далее, и так далее. Но полного такого объяснения. Вот, кстати, сказать, вот в этой теории, которая называется квантовой хромодинамикой, без качественного описания. То есть такое красивое описание свойств элементарных частиц, свойств кварков, столько замечательной математики, но математики, которая к месту, но математика совершенно не закрывает качественную картину. и создано уже это полное объяснение и ядерных сил, и состава элементарных частиц и так далее. То есть если считать, что критерием истины является изящность и уникальность, а эта теория действительно изящная, но то, что она уникальна и понятна, то можно сказать, что это крупная победа создания вот этой квантовой хромодинамики, которая легла в основу фактически объяснение состава элементарных частиц. И вот созданы такие вот здесь, видите, красивая такая модель взаимодействия кварков, посредником взаимодействия является глюон. Всё здорово, там целое огромное количество диаграмм, если вы посмотрите взаимодействие кварков, в огромное количество этих вот очень красивых картинок графических и так далее. Но хочется вспомнить высказывание лорда Кевина, который говорил, когда вы можете измерить то, о чём говорите, и выразить это в числах, тогда вы кое-что об этом знаете. А когда вы не можете выразить это в числах, ваше знание ограничено и неудовлетворительно. Быть может, это начало знания, но вряд ли в своём мышлении вы продвинулись к научным ступеням. Так что, вы знаете, пока нет эксперимента, вот такого вот эксперимента, который доказывает существование кварков, пока не поим мы кварков, то естественно совершенно, а Диория прекрасная создана, то мы говорим о ней дрожащим голосом. Не твёрдым голосом, не тоном утверждения, а тоном предположения. Вот, собственно говоря, что я хотела вам слегка рассказать о проблемах современной физики и что я хочу порекомендовать вам. Вы знаете, есть такой у нас учёный, совершенно блистательный, которого я очень люблю, Валерий Рубаков. Он, вот мы всё время говорим о Хокинге, как о поляризаторе науки, он блестящий поляризатор науки. И он читает проблемы современной физики. Ну, разные проблемы там. Мне безумно понравилась лекция о вакууме его, но он вообще блестящий человек, то, что называется. И вот вы можете в Ютубе найти Архе Рубакова и послушать, вы просто получите удовольствие от его лекции. И, конечно, я порекомендую читать Стивена Хокинга, причём его самая такая простая популярная книга, практически без математики. Это краткие ответы на большие вопросы. Вот, издание 2019 года, это тоже очень приятное чтение, причём действительно там задаётся невероятно интересный вопрос, он отвечает на вопросы такие вечные. «Существует ли Бог? Почему расширяется Вселенная?» и так далее, и так далее. Очень здорово. Вот потом есть такая книжка Кристиана Плевера «Нанонауки. Невидимая революция». Издательство «Колибри. 2009 год». Вот всех, кого я сейчас перечисляю, это люди, которые сумели популярно объяснить современные проблемы физики. И люди, которые для понимания современной физики сделали колоссальные усилия и достигли огромнейших успехов. И вот Роджер Тенхаус «Цикла времени». Тоже очень хорошая книжка, издательство «Лаборатория знаний». И, естественно, Саскинт. То есть он живой человек, блестящий теоретик и специалист по теории струн. И излагает чрезвычайно просто эту теорию качественно. Вот, вот я советую. Ну, вообще там куча всякая есть современная литература, но я вам советую, потому что это очень здорово. Вот. Потом я хочу поделиться своим опытом. Я в своей гимназии издаю журнал. Вот издаю журнал. Вот, где-нибудь там увидите вы, или его нет. Такой довольно... Вот называется «Наука и природа». И вот в этом журнале учителя пишут различные статьи. Они мне сказали, что им безумно полезно это, потому что они знакомятся с современными проблемами биологии, психологии и так далее, и так далее. И, естественно, в этом журнале я написала статью «Современная физика». Писала её с огромным энтузиазмом и любовью к современной физике. Ну, мне кажется, это... Вот, кстати, Катя Эпигровым я взяла высказывание Саскинда. «Поиск фундаментальных физических принципов очень рискованное занятие. Впрочем, как и любое погружение в неизвестное, нет гарантии успеха. Вероятно, что фиаско велика». Вот, так что у него какое-то пораженческое было настроение, когда он начал изучать теорию Строн. Но, тем не менее, он в теории Строн написал кучу всяких интересных вещей. И очень красивая математическая теория Строн, прям роскошная совершенно. Но это не для нас, потому что для теории Строн есть своя математика. Фактически, я занимаюсь топологией, которой, в общем, мы... Которой мы не можем, о которой говорить с нашими детьми. Вот. Но, в основном случае, такие слова, топология, теория Строна, всё это должно быть у них на слуху, так как они живут уже в 21 веке и будут жить. Вот. Ко мне не есть вопрос? Потому что я сейчас приступаю к обычной нашей теме, решение задач по физике и к магнитному полю. Но, если возникнут какие-нибудь вопросы, то давайте задавайте. Ну, я для такого... Первое взяла решение задач по магнитному полю, потому что с этого начинается 11 класс. Десятый класс мы все задачи с вами решили, не все, а сложные задачи. И я хочу, кстати, сказать, вот в этом году, наряду с задачами, сложными задачами имени ЕГЭ, приводите такие олимпиадные задачи. Потому что сейчас вы знаете, что олимпиады на каком-то там невероятном пьедестале. Поэтому, конечно, надо с детьми решать и задачи такого олимпиадного уровня, где не только знания по физике, но царствует догадка. А вот как-то настроиться на эту догадку можно, решая, опять же, сложные задачи. Вот иногда решая какую-то сложную задачу с ребёнком, но он не может решить. А потом я говорю, ну вот давай, вот смотри, есть такой ход. Ах, боже, как это просто! Понимаете? Никаких там таких вот суперсложностей нет. Так, итак, первое в магнитном поле. Мы знаем, что такое магнитное поле. Основные характеристики магнитного поля. И вот первое, что надо вспомнить, потому что мы отсылаем людей к электрическому полю. Это принцип суперпозиции полей. Что индукция магнитного поля, созданного несколькими источниками, равняется векторами, суммами, индукции магнитных полей, создаваемых каждым источником в отдельности. Причём индукцию поля каждого источника мы считаем так, как будто другого источника поля нет. И вот типичный пример применения принципа суперпозиции. Это два виточка, по которым идёт электрический ток, создаёт магнитное поле. Они расположены под углом 60 градусов. И нам нужно узнать индукцию магнитного поля, создаваемую этими двумя витками. Мы используем правила правого винта. Определяем индукцию магнитного поля, созданного первым током. Определяем индукцию магнитного поля, определяем ее вторым током. У нас вниз направлено. Нам крупно повезло по данным задачам, потому что у нас получается, что в два раза больше радиус, но в два раза больше и сила тока, идущего по второму витку. Следовательно, модули индукции магнитных полей будут равны. И поэтому мы можем с вами определить, если бы они были неравны, то мы использовали теорему косинусов. А так как они равны, мы просто определяем, что В равняется 2В1 на косинус 30 градусов. Ну, какую ещё можно предложить им задачу? Там круговой виток, а окопрямой ток. Или два прямых тока бесконечных и найти индукцию магнитного поля в пространстве между этими токами или справа и слева. Ну, в общем, там разные могут быть вариации вот этих задач. Но просто они должны понимать, что это для решения такого типа задач надо использовать принципы суперпозиции. Как мы говорили, что в электрическом поле. А это довольно сложно понять. Вот кажется, что когда идёт один ток, он должен влиять на другой ток. Нет. Можно считать на наше счастье их отдельно. Ну, закон Ампера. Закон Ампера. На непроводящей горизонтальной поверхности лежит проволочная рамочка. Вот такая согнутая в виде треугольника со стороной А. Вот со стороны А. Рамка находится в однородном магнитном поле, индукция которого горизонтальна. Рамка лежит на горизонтальной поверхности и индукция магнитного поля горизонтального. Масса рамки такая-то, 300 грамм. Какую силу ток нужно пропустить по рамке, чтобы она начала подниматься относительно одной из её вершин. Ну, значит, в силу симметрии, очевидно, мы выбираем ось ООШТРИК, хотя мы могли бы эту ось начертить и здесь. Это совершенно всё равно. Поэтому выбираем ООШТРИК для красоты. Просто используем правила левой руки для определения направления силы ампера. И убеждаемся в том, что сила, действующая на эту сторону, направлена от нас, и сила, действующая на эту сторону, направлена также от нас. А вот на эту сторону рамки сила F1 направлена к нам. Ну, или там вверх. Если это горизонтальная рамка, то вверх. Мы записываем силу ампера. F1 равняется И на Б на А. А F2 и F3 будут равны и равны И на Б на А на синус 30 градусов. Потому что у нас угол Альфа – это угол между направлением тока и индукцией магнитного поля. Но у этого, конечно, между направлением тока и индукцией магнитного поля угол будет 150 градусов. Но так как синусы равны, то мы можем сказать, что 150 равен синусу 30 градусов, поэтому будет, соответственно, 0,5. И очевидно совершенно, что вот это силы F2 и силы F3, а также силы тяжести стремятся прижать рамку к столу. Единственная сила, которая может приподнять рамку – это сила F1, действующая на третью сторону. И для того, чтобы рамочка эта приподнялась, сумма моментов сил, которые стараются её опустить, должна быть равна моменту силы, которая её должна поднять. Но уже, если это будут равны, то есть шанс, что она поднимется. А что значит поднимется? Мы с вами в механике говорили. Она перестаёт давить на поверхность. Итак, у нас получается, что момент силы тяжести будет равняться 2 третих МАНЖ на косинус 30 градусов. Естественно, это будет М1 равняться В1 на косинус 30 градусов. М2 на М3 будет равна вот этой величине. И мы записываем это выражение. То есть равенство сумма моментов сил, которые стремятся рамку прижать, моменту сил, которые стремятся рамку поднять. Ну да, мы упрощаем это выражение и получаем довольно большую силу тока. Это 5 А. Очень хорошая задача. Но можно её решать, там, предположим, прямоугольная рамка. Это всё равно. Или можно решить эту задачу, там, я не знаю, какой-нибудь шестиугольник. Это всё равно тоже. Можно усложнять как-то. Но идея решения одна и та же. Такая задача. В однородном магнитном поле индукция которого 4, там, 0,4 мили Тесла и направленном под углом 30 градусов вертикали по вертикальным проводам без трения вверх движется прямой проводник массой 10 грамм, по которому идёт ток 3 А. Через 5 секунд, то есть начало движения, проводник имеет скорость 20 метров в секунду, определить длину проводника. Ну, опять же, на проводник действует сила ампера, но так как проводник перпендикулярен линии магнитной индукции, то угол альфа будет равен Пи пополам. Тогда мы можем сказать, что на этот проводник действует сила ампера и на Пи на Эль. Вот удобно эту задачу рассмотреть, если заглянуть сбоку. Тогда вот эта сила ампера будет выглядеть вот таким образом. Она будет перпендикулярной линии магнитной индукции. Ну, на проводник действует, естественно, сила тяжести. И у нас получается, что, соответственно, здесь, конечно, это закреплено, потому что так бы сила ампера откинула проводник от этих проводов, и ток бы прекратился. И у нас получается, что проекция сила ампера будет равняться на косинус 60 градусов. И мы можем, согласно второму закону Ньютона, написать МНОА Ф ампера на косинус 60 градусов минус МЖ. Тогда у нас получается вот это выражение. И скорость будет равна, естественно, так как мы считаем движение равно ускоренным, сила ампера не меняется, сила тока не меняется, длина проводника не изменяется. Мы можем с вами считать, что движение равно ускоренное, так как сила постоянная, и написать выражение для скорости. Ну и так как у нас вот это вот расстояние, которое проходит проводник, определить длину проводника нет. Из этого можно, так как известна скорость, просто есть задача определить скорость на длину проводника. Мы можем определить длину проводника, вот довольно приличная длина проводника, 2,1 метра. Ну и ещё я проверяю естественную размерность или, как теперь говорят, наименование физической величины. И у меня получается всё замечательно, получаются метры. Четвёртая задача, тоже очень типичная задача, но в ней есть одно коварство. Коварство состоит в том, что опять же есть силы трения, которые меняют своё направление, как только меняется направление движения тела. Итак, стержень массы 0,2 килограмма лежит на двух параллельных рельсах перпендикулярные. Рельсы, расстояние между которыми 60 сантиметров, находится на наклонной плоскостью с углом основания 30 градусов. Линии магнитной индукции направлены вертикально вверх. Концентрение связи на плече тока, идущего по стержню в двух случаях. Стержень, как только мы запустили определённый ток, он начинает подниматься вверх, или он начинает спускаться с наклонной плоскости. Очевидно, что силы трения недостаточно, чтобы удержать этот стержень на вот этих рельсах. Итак, у нас получается очевидно, что сила трения состоит из двух сих трений, действующих на этот конец стержня и на этот конец стержня. Если стержень стремится подниматься, то тогда у нас две силы трения. Суммарная сила будет трения равна, соответственно, 2F трения 1 равняется 2μ на n1, или равняется 2μn. То есть сила нормальной реакции, действующей на стержне в целом. Так как он начинает подниматься, нам достаточно, чтобы сумма сил, действующих на тело, была равна нулю. И мы с вами пишем, опять же смотрим картинку сбоку. Во-первых, мы понимаем, что при данной картинке сила ампера, которая стремится его поднять вверх, направлена сюда. Потому что вот её проекция, которая обеспечивает подъём вот этого стержня. И тогда мы сразу понимаем, вот один из качественных вопросов, как пойдёт ток по этому стержню. И у нас получается, соответственно, Ф ампера на косинус альфа минус МЖ синус альфа минус А3 не равняется нулю. Это проекция на усть Х и проекция на усть У. Это будет Н минус МЖ косинус альфа минус Ф ампера на синус альфа равняется нулю. Отсюда мы, естественно, обреляем Н, подставляем Н в силу трения и получаем для силы ампера вот такое выражение. Очевидно, совершенно сила ампера у нас равняется и на БНЛ, как мы говорили. И тогда у нас получается, что сила тока будет вот из этого уравнения равна вот этому выражению. И совершенно получается колоссальная сила тока для, в общем-то, не очень могучего стержня массой 200 грамм получается 89 ампера. В другом случае, когда сила тока слабая, и у нас сила трения направлена, стержень идет вниз, и сила трения направлена вверх. И тогда у нас получается, опять же, сумма сил будет равна нулю. То же самое уравнение практически, но меняется вот здесь вот знак фактически. Ну и, кстати сказать, здесь меняется знак. Для сил нормальной реакции тоже меняется ситуация, потому что у нас вот так направленная сила ампера будет ослаблять, будет под ее действием ослабеваться давление этого стержня на эти рельсы. Ну и опять же, комбинируя вот написанное выражение, мы записываем и 2, и мы получаем, что это будет 3,6 ампера. Ну, дело все в том, что у нас большой, как вы видите, коэффициент трения. Коэффициент трения 0,7. И в принципе, когда у вас стержень спокойно лежит на этих стержнях, то фактически сила трения – это будет сила трения покоя. Ей не нужно достигать максимального значения, потому что стержень просто покоится на этом стержне. Пятая задача, вот тоже роскошная задача. Металлический стержень, масса 10 грамм, длиной 0,2 метра, подвешен на двух легких проводах, длиной по 10 сантиметров. Магнитное поле, модуль редукции которого равен 1 Теслу, и вектор направлен вертикально. Совершенно неважно, вверх, вниз – это несущественно, потому что в зависимости от этого у нас может стержень отклоняться влево, а может отклоняться и вправо. К точкам закрепления. Так, вот тут вопрос. Сопределение изменяется и судя по рисунку в зависимости от характера движения. Длина проводника меняется. Условие задачи не скажут, что приобретение. Вы, понимаете, условие задачи корректно. Знаете, почему? Потому что в условии задачи сказано, что они начинают подниматься. Они не скользят, а они только начинают подниматься. Поэтому, естественно, совершенно, вот как, наоборот, все начинают подниматься и начинают опускаться. Поэтому никакого изменения сопротивления нет. Вот. Дальше поехали. А, еще один. В задаче 3 результат зависит от того, где наверху или внизу замкнут контур. Нет, не зависит, потому что мы заранее говорим, что идет постоянный электрический ток. А уж как это обеспечивается? Вот обеспечивается. Это для постоянного тока. Мы так и схитрились. И что бы со стержнями ни происходило, ток остается постоянным. И где он замкнут? Совершенно не важно. Спасибо за вопросы. Я счастлива, что вы задаете вопросы. Просто счастлива. Лучше, значит, вы отдохнули. А, вот. С моей любимой задачей обращаемся. Итак, вот почему я люблю эту задачу? Потому что тут мы должны вспоминать нашу замечательную механику. Очевидно, стержень вот этот может начать двигаться с некой скоростью f под действием силы ампера. Как только мы замыкаем цепь, конденсатор разряжается и проходит электрический ток через стержень. Как только начинает идти ток, то сразу же на этот стержень начинает действовать сила ампера. И импульс, который приобретает стержень, равен импульсу силы ампера. Кроме этого, мы с вами вспоминаем закон сохранения энергии. Что кинетическая энергия переходит в потенциальную. Поэтому у нас получается mv квадрат пополам равняется mv единица минус космус альфа. Но я хочу сказать, вот эту замечательную математическую фразу мы с вами много раз писали, когда рассматривали баллистический маятник. Это вот вы можете напомнить, когда там подпадают пули и так далее. Но здесь у нас наверху не количество движения, а второй закон Ньютона в импульсной форме. Значит, когда мы вот из этого выражения извлекаем v, то v получается таким. Это будет 2 синус альфа пополам на корень gL. Подставляем это v в это верхнее выражение и получаем вот здесь вот mv, а здесь у нас импульс силы ампера. Что? Заряд. Через этот проводник проходит заряд. Заряд равен i на дельта t. Очень малое время прохождения. А заряд будет равняться q на u. Следовательно, если мы подставим i, c, u деленное на дельта t, дельта t сокращается. И у нас получается очень изящное выражение. Вот m на 2b и синус альфа пополам на корень gL равняется c, u, b, l. Отсюда мы находим синус альфа. И альфа пополам будет равняться 5,7 градуса, а цельнг альфа будет приблизительно равно 12 градусов. Но роскошь, а не задача. Роскошь. Потому что у нас тут всё, всё. И связь заряда с напряжением. И второй закон дьютона. И закон сохранения энергии. Ну, в общем, сплошной шик. Ну, такая задача довольно традиционная, потому что разные вариации этой задачи по теме силы Оренса. Электрон вылетает под углом 30 градусов к области однородного магнитного поля шириной 3 миллиметра. И вылетает под углом 60 градусов. Скорость электронной перпендикулярной линии магнитной индукции и равна миллиону фактически метров в секунду. Вот такие у нас скорости этих несчастных элементарных частиц. Определите индукцию магнитного поля. Ну, тут мы записываем второй закон дьютона, естественно, справа сила Лоренса. Отсюда мы находим радиус окружности МВ на КУ на Б. Но дело всё в том, что до этого вы решали такого типа задачи, поэтому можно сразу даже написать радиус окружности, по которой будет двигаться электрон. Потому что этот радиус, выражение для радиуса довольно легко запомнить. Потому что радиус тем больше, чем больше импульс, а чем больше импульс, тем больше фактически инерция. И тем меньше, чем больше электромагнитное взаимодействие. Электромагнитное взаимодействие определяется взаимодействием зарядом с магнитным полем. То есть КУ умноженное на модуль Б. Ну вот тут чистая геометрия, которую надо сообразить. Во-первых, сообразить, что это 30 градусов. И это 30 градусов. По моей любимой теореме, это углы между двумя взаимно перпендикулярными сторонами. И вот это будет 60 градусов, и это 60 градусов. Таким образом, вот это Д складывается из этих двух отрезков. Но мы это записываем, отсюда находим Б. Опять проверяем наименование, полученное величины, считаем. И получаем значение Б. Такая задача. Электромагнитное взлетает в однородное магнитное поле под углом 30 градусов к линии магнитной индукции со скоростью 10,4 метра в секунду. На расстоянии, равном 40 сантиметрам, находится экран. Сколько оборотов сделает электрон до попадания на экран? Индукция магнитного поля 10,4 ТСНО. Ну тут классика. То есть здесь электрон движется по сложной траектории. Поэтому мы воспользуемся законом независимости движения. Всякое сложное движение. А движение по винтовой линии или по спирали – это классическое сложное движение. Можно рассматривать как сумму двух движений. Движение вдоль линии магнитной индукции и в плоскости перпендикулярно линии магнитной индукции. Итак, если мы направим ось Z сюда, то тогда проекция скорости на Z будет равняться V косинус альфа. И мы можем сказать, что вот это V1 – это будет проекция скорости на плоскость перпендикулярно вектор индукции магнитного поля. Обозначим ее V1. И тогда у нас получается опять же тот же радиус Mv1 на Q на B. Тогда мы можем определить период обращения. То есть время, за которое сделает электрон один виток. Это будет 2πr на V1. И мы подставляем, соответственно, это будет 2π на Q на B. Мы подставляем R. И опять же вспоминаем, что период обращения не зависит от скорости. Тогда мы можем сказать, что время движения будет равняться D деленное на VZ. И получаем число оборотов. N будет равняться T деленное на T. Подставляем и получаем 129 оборотов. Но можно сделать по-другому. Можно взять... Только тут не H, а D. А, нет. Шаг спирали будет равняться HZ на T. VZ нам известно. И тогда число оборотов будет равняться вот этому расстоянию, деленное на шаг спирали. И получается 129 оборотов. То есть, как кому нравится, так можно и решать эту задачу. Это не принципиально. Ну, задача, опять же, с циклотроном. Вот так выглядит циклотрон. Частица ускоряется в циклотроне. Заряд частиц такой. Заряд частиц... Тут я не сказала. Да, тут надо. Индукция магнитного поля 0,1 Тесла. Частота ускоряющего напряжение. Напряжение переменное. Это будет 6 МГц. Определить кинетическую энергию частиц. Момент, когда они движутся по радиусу равным 2 метрам. Ну вот, что нам надо определить. Мы всегда начинаем с вопроса. В кинетическое будет равняться В квадрат пополам. А скорость будет равняться 2 ПР деленное на Т. Когда у нас частицы движутся по радиусу определенному. Нам сказано, что радиус дан 2 метра. Вот. Период будет равен 1 на ню. Тогда, естественно, 2 ПМ будет Ку на В. Опять же, период воспользовавшись теми значениями. Масса из этого извлекается. Это будет Ку на В на 2 ПНЮ. Тогда кинетическая энергия будет равняться массе на скорость и так далее. Но здесь вот я просто напомню, что здесь будет у нас источник частиц 1. Это будет траектория частиц. Это у нас будет, естественно, вот то, что называется дуантами. Вот эти два цилиндра полых. Вот. И к ним прикладывается переменное электрическое поле. Вот здесь показано, что напряжение переменная. Частота которого 6 МГц. Вот тоже такая задача, немножко формальная. Но зато здесь вспоминают, как определять расстояние между частицами. Частицы с одинаковыми массами, но одна с зарядом Ку, а другая нейтральная, влетают одновременно, или теперь говорят одновременно, со скоростью В, перпендикулярно силовым линиям однородного магнитного поля с индукцией В. Магнитное поле имеет чёткую границу. Определить зависимость от времени, расстояние между частицами или от Т. Если считать, что это расстояние в начальный момент времени практически равно нулю. Масса частиц малы, силой тяжести, можно пренебречь. Ну вот я тут нарисовала частицу. Естественно, если у нас поле направлено к нам, нет, от нас, от нас, от нас, то вот эта заряженная частица 2 будет двигаться по окружности. Вот по окружности такого радиуса. А нейтральная частица, она полностью игнорирует наличие электрического поля и летит себе равномерно вдоль оси Х. Значит, движение вот этой второй частицы происходит в плоскости Х, У. Но для первой частицы мы легко пишем уравнение движения. Х1 равняется ВТ. У1 равняется 0. Вот она у нас спокойно летит равномерно. На вторую частицу действует силу Лоренца, равная в данном случае Ку на В на В, потому что угол между вектором магнитной индукции скоростью будет П пополам. Радиус частицы будет равен М на В на Ку на В. Период опять будет равен 2П на М на Ку на В. Угловая скорость вращения как бы 2П на Т будет равняться Ку на В на М. И тогда для времени меньше Т пополам, где Т – период обращения частицы по полной окружности, Х2 будет равняться Р на Си на Ку на В на М на Т. А У2 будет равняться… Ну, Х2 – это будет проекция этого радиуса вектора на ОСХ. А У2 будет равняться Р на Единицами на Ку на Ку на Ку на М на Т. Тогда расстояние между частицами, как известно из математики, будет Х2 минус Х1 в квадрате плюс У2 минус У1 в квадрате. Это расстояние между двумя точками на плоскости. Ну, мы подставляем найденное выражение, получаем довольно длинное, от них неизящное выражение. Но тем не менее оно там легко считается. А для Т, большим Т пополам, вот у нас частица полетела уже так, по прямой, да? У нас получается следующее. Х1 равняется ВТ, а Х2 равняется минус В на Т минус Т2. Т пополам. Вот через Т, равное Т пополам, она будет лететь вот по прямой. И тогда расстояние между частицами будет вот таким. И оно будет определяться по формуле, немножко более простой, чем перед этим формулами. Ну, тоже такая очень хорошая задача на эффект Хоула. Почему полезна эта задача? Потому что мы одновременно вспоминаем классическую теорию проводимости. И как сила тока определяется через плотность электрического тока. И что такое плотность электрического тока и так далее. Вот у нас кусочек проводника. Просто такой прямоугольный проводник со стороны Д, Б и А. И у нас идёт ток по проводнику прямоугольного сечения. Вольт-ампер ток идёт вот в этом направлении. Вот плотность тока. Вольт-ампер, подключённый к поверхностям, показывает разность потенциала фула. То есть, если мы подключаем вольт-ампер к поверхности 1 и к поверхности 2, он показывает разность потенциала. Концентрация свободных электронов известна. Толщина пластины известна. Определить индукцию магнитного пула. Но если у нас таким образом идёт электрический ток в этом направлении, на самом деле мы считаем, согласно классической теории проводимости, что ток в проводнике – это направленное движение заряженных частиц. И очевидно совершенно, что у нас сила Лоренца, действующая на частицу, когда мы применяем правила правой руки или правила левой руки, это всё равно. Если мы применяем правила правой руки, то мы пальцы по скорости движения частицы отрицетные направляем. А если по левой руке, то мы в другую сторону направляем. То у нас получается, что сила Лоренца направлена сюда. И следовательно, эта сила Лоренца, в общем, определяет движение электронов к этой поверхности. Раз вот эта поверхность заряжена отрицетная, эта поверхность заряжена положительная. И это движение электронов достаточно быстро, кстати, происходит. И оно будет происходить до тех пор, пока сила Лоренца не будет уравновешена электростатической силой, действующей на электрон со стороны этих двух заряженных поверхностей. И мы можем записать равенство этих сил. Ку-Е на У на Б равняется Ку-Е на В на Б. И у нас получается, что Б будет равно этой величине. Но сила тока будет равна Ку-Е на концентрацию электрона на В на Д на Б. Отсюда мы определяем скорость. Выражаем, вернее, скорость. Выразили скорость, подставили сюда и нашли Б. Понятно, да? Подставили вот сюда это выражение. Опять же, я советую проверить размерность. Потому что одновременно они вспоминают все формулы. Вот тоже замечательная задача. Протон начинает двигаться со скоростью 10,4 метра в секунду под углом 45 градусов к силовым линиям электрического поля. Чем она замечательна? Она замечательна тем, что у нас движение вдоль линии магнитной индукции неравномерная, в отличие от наших традиционных задач, когда мы считаем, что движение равномерное. И магнитно-электрические поля однородны. При этом линии магнитной индукции параллельно с силовым линиям электрического поля. Напряженность электрического поля известна. А при линии индукции магнитного поля известно, что через некоторое время протон возвращается в начальную точку. Ну, значит, мы можем сказать с вами, что это время будет равняться nt. То есть у нас с вами где n, целое число. vx, то есть скорость вдоль оси x, будет равняться у нас v0 косну с альфа. В перпендикулярном направлении v0 в синус альфа. Сила Лоренца, действующая на частицу, будет равняться q протона на v перпендикулярное на b. А электростатическая сила будет равняться q протону, умноженное на e. Ну, вот интересно. Вот здесь, опять же, принцип суперпозиции уже для сил. Вот мы для... И как бы независимость действия электрического магнитных полей. Тогда мы определяем вдоль оси x ускорение. Это будет i из уравнений из второго закона Ньютона. Опять же, qi vx будет равняться v0 косну с альфа минус АТ1. А отсюда определили. И когда у вас протон возвращается в первоначальную точку, его скорость будет направлена в сторону противоположную, вернее, проекция скорости будет направлена в противоположную сторону. Поэтому будет равняться минус v0 косну с альфа. Отсюда Т1 будет равняться вот этому выражению. В период обращения будет равняться 2π на r на v перпендикулярное. Вот его явное выражение. И тогда Т1 будет равняться фактически вот этому выражению отсюда. Вот отсюда. И оно будет равняться Н на Т большое. Отсюда получаем В. Всё зависит от числа оборотов. В зависит от числа оборотов. Н пробегает значение 1, 2, 3 и так далее. Ну, собственно говоря, это всё, что я хотела вам рассказать. 29 числа у нас будет опять же вебинар по моему любимому явлению электромагнитной индукции. Я постараюсь подобрать такие серьёзные, сложные задачи, чтобы вы получили удовольствие. Вот. Я хочу сказать, что я вот, не потому что я автор, а я просто активно вас агитирую купить эту книжку. Она действительно вам может очень здорово помочь, как она помогла мне. Понимаете? Вот я сама, написав эту книжку, ещё она мне была издана, широко пользовалась для детей при подготовке их ЕГЭ. Ну, у меня очень приличный результат подготовки. Им это очень нравилось, им это казалось таким вот хорошим, хорошей помощью. Вот. И что-то ещё я хотела сказать. Да. И вот я опять же... Нет, минуточку, а у меня ещё одна. Вот. Опять же я хочу сказать, что в Мякишеме, в моём любимом, есть и вопросы ЕГЭ, и фактически, и задачи на все те темы, примеры решения, о которых мы сегодня говорили. Так что пользуйтесь. И, в общем, это здорово. Что Елена Юрьевна, обязательно прямо в конце, на ЕГЭ это не требуется. На ЕГЭ этого не требуется. Но вот я считаю, что для самопроверки это очень здорово. Вот когда они выводят... Понимаете, во-первых, во-первых, мы их учим выводить формулу. Правда? Прежде чем они подставляют свои любимые цифры, они вообще нравятся ребят цифрам подставить. Вот. Прежде чем они подставляют свои любимые цифры, они должны получить в общем виде решение. А раз они получили в общем виде решение, то проверка размерности это ещё одно доказательство в правильности решения. Поэтому... И потом, понимаете, они проверяют размерность, они всё вспоминают. Ведь они же не пишут там вот Тесла, они им пишут через основные единицы. Они вспоминают, что Тесла это сила, делённая на силу тока и расстояния. И пишут Ньютон на ампер на метр. Понимаете? То есть это очень хорошо просто для запоминания, я считаю. Да и ещё у меня есть такое объявление. Значит, 29-го, если всё будет хорошо, мы с вами будем решать задачи на явление электромагнитной индукции. В октябре у нас с вами не будет вебинара, потому что я уезжаю. А в ноябре, в конце ноября будет вебинар. А в декабре, вот я хочу очень, чтобы вы мне сказали, какое на вас произвёт это впечатление. Мы с одной преподавательницей биологии будем проводить вебинар физикой биологии. Сейчас же это вообще очень актуально, всякие межпредметные связи и так далее, и так далее. Вот я начинаю с биологии, потом будет физико-математики и так далее, и так далее. Но это всё, как говорил Толстой, ЕБЖ. Если я буду жива. Вот. Так что до скорых встреч. Очень мне приятно, что вы задаёте вопросы. Пожалуйста, чтобы их было побольше. Если я вам в какой-то мере помогаю, я просто счастлива. А, это о какой книге идёт речь Елены Юрьевны? Вот, может быть, это или нет? Это это или нет? Вот, а какая книга? 18-го года. А, это, знаете, это 25 шагов, наверное, да? Так что я? Вот вы мне скажите потом, когда я тогда... Как вы нам что-то составили следы, когда увеличили количество заданий второй части? Это тайна. Сия. Я не знаю, чем они руководствовались. Я вот сейчас я написала такую вещь, трудные задания ОГЭ. И вот я уже написала всё, вздательство всё роскошное, всё старалась по старым вот этим вопросам. Сейчас пришло новое, новый тип, кстати сказать, ОГЭ. В ОГЭ есть такие тексты, которые надо вставить, слова из предлагаемых, это новость. Вот. И ещё есть такое задание техническое, то есть как бы вот вы пишете техническое прибор, прибор там, я не знаю, там, предположим, солнечная батарея, устройство, техническое устройство. И физический закон, физическое явление, на котором оно усвоено. Ну, там, солнечная батарея, это будет фотоэффект, там, предположим, устройство, клавиатура, компьютеры, это зависимость электроёмкости от расстояния между пластинами и так далее, и так далее. А, 25 лучших вариантов просвещения. Ну, да, можно, но вообще там, я сейчас все, в общем, переработаю эти 25 вариантов. Понимаете, они, конечно, немножко сырые, но всё-таки они хорошие. Я вот сейчас их переработаю. И мне нравятся, потому что там много интересных задач. В принципе, для практики это важно, отойти от каких-то стандартных задач. Вот. А вы хотите, в принципе, чтобы все задачи были решены, да? Наверное. Вот. Да. Ну, вот я донесу до начальства. То есть, все задачи второй части, да? Я так понимаю. Поняла. Поняла.